Приветствую зрителей 24 канала. Фейк про заложного и отдельно тема смерти его помощника. В Минобороны Нидерландов заявили, что пять нидерландских истребителей F-16 сейчас направляются для обучения украинских пилотов и новые удары по территории РФ сегодня. Обо всем этом далее. В студии работает Владислав Новиков. Вместе со мной сегодня на связи Роман Цветан, военный эксперт. Роман Григорьевич, приветствую вас. Здравия желаю. Добрый день. Да, давайте начнем. Буквально несколько минут назад выложил депутат Арьев пост, где сказал, что министр обороны Украины Умеров якобы внес на ставку представление об увольнении господина Залужного. Через несколько минут, буквально через несколько минут, он вышел с новым постом, где сказал, я снимаю свой предыдущий пост и забираю свои слова обратно. Все уже начинают его критиковать, поскольку, к примеру, советник главы ОП Лещенко назвал вброс Арьева об отставке Залужного премьером в ведении информационной войны партии Порошенко против собственного государства. Ну и много разных оценок уже полилось. В том числе россияне подхватили эту новость, когда она вышла, и как бы подтопили немножко, в том смысле, что подкинули дровишек в свое ИПСО. Вот хочу узнать ваше мнение насчет всей этой ситуации. Скорее всего, Арьева забыли давно, никто ему не звонит, называется, и вот решил о себе напомнить. Ну, напомнил. С таким людям надо относиться как к запаху, отойди не пахнет. Ну, вот примерно так. Ну, естественно, это информация, которая вбрасывается такими людьми. То есть, ну, а дальше уже тому, кому это было выгодно, этот запах понесли на флагах наши враги в основном. Ну, россияне сейчас поперебесятся, потом волна вернется. На них просто не надо реагировать. Чем меньше реагируем на такого рода заявления, и людей в том числе, просто этих людей надо ставить сразу в такой черный список, называется, по восприятию информации. Из-за них забывать. Отойди не пахнет. Очень хороший принцип. Коротко, ясно, доступно, понятно. Нашим зрителям, я думаю, понятно, как воспринимать всю эту ситуацию. Не будем заострять внимание, потому что Россия и дальше будет продолжать пытаться что-то подобное делать. Нам свои рубить, и будем двигаться в этом ключе. Хотел бы обсудить также историю с трагической смертью помощника Залужного в день его рождения. Вся эта история породила множество слухов, в том числе, я думаю, россияне тоже решили этим воспользоваться, построили множество теорий по поводу ссоры нашего президента и Залужного, и что вообще все там плохо у нас в руководстве, и вот крах буквально завтра произойдет. По вашему мнению, что это было? Как мне кажется, это могла быть просто банальная неосторожность. Ну, это как минимум. То есть здесь очень много версий. Версии имеются в виду технического, технического плана. Это точно не какая-то, допустим, теракт имеется в виду. То есть это точно не из этой серии, тем более не направленные ни на руководство никуда. Уже какие-то технические подробности такого рода действия, они могут происходить. И происходили в военной среде. Происходили, происходят, я больше скажу, будут происходить. А вот когда люди допущены к оружию, когда оно, можно сказать, чуть ли не в свободном общении, то есть такие инциденты точно могут быть, не вдаваясь уже в технические моменты. А вот если на всё это дело посмотреть, называется «сверху сбоку». Первое. Не хватает этого вооружения на линии фронта. Что оно делает в тылу? Это первый вопрос. Вот на это же никто внимания не обращает. А реально это проблема. Не та, что что случилось, то случилось. Царство Небесное Человеку и выжить ребёнку. Это очень важно. То есть такие вещи могут быть. Но если глобальные проблемы, первое. Недостаток вооружения на линии фронта и подарки на день рождения в тылу. Ну здесь как минимум есть диссонанс. Это раз. Второе. Проведение следственных действий. Опять МВД. То есть опять, ну не МВД имеется в виду правоохранительные органы, а не юстиция военная, которая просто не существует. Вот если бы проводила, допустим, следствие военная юстиция, военные прокуроры или хотя бы ВСП, то есть служба правопорядка, комендатура. Ну то есть не было бы вообще никогда таких проблем, потому что есть моменты военные, есть моменты гражданские. Потому что такие инциденты должны проводить следствие именно военная структура, а их просто не существует. У нас нет военной юстиции. Просто её разгромили и так и не создали. И третий вопрос, на который вот можно обратить внимание. Вот почему ни в коем случае нельзя идти на поводу тех, которые предлагают вооружить население автоматическим оружием, допустим, средствами защиты и так далее и тому подобное. У населения может быть только огнестрельное оружие уровня пистолетов. Всё, это максимал. Причём и то не всем. То есть здесь надо специальный подход к этому. А вот всё остальное должно быть в оружейках. В оружейках. А уже в каких оружейках, это неважно. Может быть, центров каких-то подготовки, может быть, в комендатурах, в тех же разрешительных системах и не более того. То есть вот такие инциденты, ну если можно назвать инцидентом, большая беда, потому что чувствуем мы всем, конечно, участвующим и причастным, так сказать, большая беда, конечно. Но такие инциденты, они должны показывать правильные пути дальнейшего движения и обращения с оружием. И правила, которые написаны кровью, к сожалению, повторяются. Ну вы знаете, наверное, это природа человека, когда чаще всего водители, именно опытные, попадают в аварию, потому что настолько думают, что они уже профессионалы. Наверное, среди лётчиков такое тоже есть. Да, конечно, скорости большие, время на принятие решения маленькое, мало, есть много факторов, воздействующих на лётный состав, поэтому однозначно есть. И у лётчиков иногда это очень контрастно, так сказать, видно, и не исключение, по крайней мере, лётный состав. Да, не просто так я про лётчиков заговорил, потому что есть новость, в Минобороны Нидерландов заявили, что пять нидерландских истребителей F-16 сейчас направляются в Европейский учебный центр в Румынии для обучения украинских пилотов. Видится эта новость как очень хорошая. Ну и, вправду, назвать её плохой нельзя, но всё-таки пять машин — это, наверное, мало. Вот хотелось бы услышать вашу оценку. Всё зависит от количества инструкторов. Скорее всего, будет точно пять инструкторов. Это минимум, а то, может, и больше, так как на одном самолёте могут летать два-три инструктора в зависимости от задач. И пять самолётов, ну, за смену, допустим, самолёт может сделать в районе пяти заправок. Ну, пусть шесть. Мы в своё время, когда обучали пусантов, до шести заправок мог самолёт сделать. То есть всё зависит от времени заправки. Ну, в среднем пять. То есть, грубо, двадцать пять заправок, пять самолётов в смену сделает двадцать пять заправок. Заправка — это заправка баков, взлёт, выполнение боевой задачи, посадка до следующей заправки. Ну, так, на сленге. То есть, двадцать пять полётов могут сделать эти самолёты за смену. Вернее, за смену. То есть, двадцать пять полётов, по большому счёту, это как минимум. Ну, это эскадрилья лётчиков может обучаться. Двенадцать человек эскадрилья может обучаться как раз на этих пяти самолётах. Причём, до первого тренировочного полёта может пройти где-то пара недель, полторы-две недели. Курс боевой подготовки программу переучивания показывает где-то до двадцати полётов лётного состава, переучивания до первого тренировочного вылета. Двадцать полётов — это где-то вот четыре-три-четыре смены. Это полторы-две недели. Потому эти пять самолётов могут обучить эскадрилью лётчиков, стартовать, по крайней мере, с обучения эскадрильи двенадцати лётчиков. И они уже начнут летать где-то с третьей недели, это уже точно, самостоятельно. Ну, тренировочные полёты по кругу, может быть, по маршруту, а дальше в зону. Ну, и согласно курсу боевой подготовки, переучивания до уровня выполнения боевых задач. Это займёт ещё до двух-трёх месяцев. А потому общая программа подготовки — это три-четыре месяца, я так думаю, до выпуска. И лётный состав, в принципе, под весну у нас уже будет готов. Некоторые Z-паблики пишут, что F-16 уже в Украине. Такое может быть? А может быть, исходя из применения некоторых видов ракет, такое впечатление есть, что либо F-16, либо какие-то европейские самолёты типа Гриппенов выполняют боевые задачи. Потому что может быть... Это вы про это судно, которое потопили скальпами, если я не ошибаюсь? И этот вопрос, и вопрос ударов некоторыми ракетами по системам, то есть по РЛС противника, теми же хармами есть некоторые моменты, связанные с тем, что в таком режиме хармы могут использовать только самолёты, которые ими управлять могут. То есть не так, как наши используются, старые советские, в режиме разгонного блока, а вот именно системы управления. Потому, исходя из некоторых таких данных, можно говорить, ну, по крайней мере, предполагать, что какое-то количество самолётов выполняет боевые задачи уже. Потому россияне, скорее всего, они об этом и говорят. У них же есть такие же аналитики, прекрасно понимают, в каком режиме работают ракеты. Одно дело, допустим, поднимать ракету и её сбрасывать, а другое дело управлять ракетой в полёте. То есть наши самолёты, старые советские, управлять ракетами не могут. А, так сказать, работа ракет, видна, что ими управляют с воздуха, то есть в воздухе. Очень интересная мысль на самом деле. Давайте двигаться к следующей теме. Она заключается в ударах по российской территории. Например, сегодня были взрывы на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области. Также, как сообщается, украинские беспилотники были уничтожены средствами ПВО над Суземским районом Брянской области. Пострадавших разрушений нет. И в оккупированном Донецке сообщают о мощном ракетном ударе в центре. Вот хотелось бы поочерёдно, давайте начнём с военного аэродрома в Таганроге. Действительно ли подтверждается информация? Что-то там было? Получилось ли достичь каких-то целей? Или пока ещё неизвестно? Ну, есть информация о том, что горели те вертолёты, которые туда перебросили после ударов по Бердянскому и Луганскому аэродромах, там, где вертушки находились российские, их перебросили на аэродром в Таганрог. Там пытались их долатать. Там же на этом аэродроме базируется и авиационное предприятие, которое производит ремонты и модернизацию авиационной техники. Ну и по нему был нанесён удар. Вопрос, чем технически мы могли бы ударить и С-400, если это российская территория, то есть своими средствами. И, извините, С-200 у нас есть эти ракеты, которые могут работать, дальности позволяют по Таганрогу. Они работали недавно, то есть была информация, что работала С-200 по Таганрогу, по этому же самому аэродрому, по этому предприятию авиационному. Могли ударить и «Нептунами», то есть у нас хорошо работают «Нептуны», могут выполнить эту задачу. Те же «Громы» могли сходить. У нас до десятка ракет было, в своё время оставалось. Россияне говорят, что мы «Громами» работаем. Ну и то, что, ну уж вообще без проблем, заход нескольких волн беспилотников. То есть это тоже, они тоже могут нанести, ну довольно-таки серьёзный ущерб. Если там несколько беспилотников прорывает систему ПВО, то по большому счёту воздушный подрыв беспилотника, он наносит удар по заправленным вертушкам. Вертушки практически, да, вся авиационная техника заправлена под горлышко. Потому что нанесение повреждений вызывает определённые пожары. И дальше, если вертушка или самолёт загорается, потушить его практически невозможно. Пока всё не выгорит, весь террасин. То есть удар был, ну уже можно сказать, подтверждённый. То есть он точно был и подтверждено то, что горели вертушки. Но вот уже сколько, как, я думаю, завтра это будет после уже разбора снимков спутниковых. Я думаю, наш енштаб доложит. А в Донецке что случилось? Как сообщается, в центре Донецка был удар ракетный. Был ли он? И что может гипотетически там находиться? Вообще, что это за ситуация? С позавчерашнего дня россияне начали третью волну, ну пытались, по крайней мере, начать третью волну наступательных действий на Авдеевку, на Авдеевский, Фоксахим в том числе. Начали с артиллерийской подготовки. Причём работать начали с города, и с Донецка, и с Макеевки, и с Ясиноватой. Прямо с районов, городских районов, естественно, передвижение идёт постоянная сил, средств, войск в районе Донецка, в районе Макеевки, Ясиноватой. Это как раз три такие, одна большая агломерация, три города, практически соединённых между собой. И там находятся, располагаются российские части, несколько десятков тысяч человек, вернее, россиян, расположены в этих городах. И, естественно, и в центре Донецка, и Макеевки, и в той же Ясиноватой эти цели передаются нашими партизанами, системами технической разведки нашей, которые доразведывают, точняют цели. И туда прилетают ракеты, в основном это Хаймерсы, ракеты М-31, которые выполняют высокоточные удары по местам дислокации военной техники или противника, живой силы противника. Потому это легальные военные объекты, и сейчас мы противодействуем, то есть наносим такой упреждающий удар по местам сосредоточения российских войск. И в Донецке в том числе. Вот хотелось бы тоже про Авдеевку поговорить, потому что господин Барбаш говорит о том, что россияне могут начать третью волну наступления на Авдеевку. Как ситуация выглядит там? Они же пытаются её окружить и отрезать. Как вы прогнозируете, как она будет там развиваться? Действительно им удастся чего-то там достичь? Ну, артподготовка, я уже повторюсь, началась в воскресенье, где-то в районе обеда, такая уже серьёзная. Правда, как только Аврора появилась уже на ночном небе, россияне с перепугу прекратили подготовку, начали… Аврора — это северное сияние, если так на пальцах, которое дошло в том числе и до Донбасса, это волна от Солнца, которая пришла. То есть россияне перепугались, побежали искать противогазы, думали, что пошла ответка химической атаки. Прекратили эту артиллерийскую канонаду на определённое время. Ну, а потом так и не начали наступательных действий с помощью вот таких серьёзных технических средств. Тем более, там есть проблемы до сих пор с погодой, не даёт возможность погода двигаться россиянам сейчас и выполнять даже артиллерийские удары. Там есть и по облачности, вопросы по туману, то есть не видят, куда стрелять. Потому эта волна пока спала, но она никуда не делась, они никуда же не разбежались полностью. Они в ближайшее время, как только позволят погодные условия, они продолжат артиллерийскую канонаду, ну и дальше попытаются с помощью техники, живой силы провести наступательные действия. В основном задачи у них… Видно, где они создали плацдармы, то есть с севера Авдеевки в районе Коксахима, того же в севернее Коксахима и южнее Авдеевки, юго-западнее в районе Карьера, в районе Опытного. То есть плацдармы мы видим, они там сейчас кучкуются, то есть готовятся к проведению сначала артподготовки повторной, ну и дальше начнут какое-то движение. Но у нас там достаточное количество сил СС для того, чтобы остановить это движение, уничтожить россиян, как это было в первую-вторую волну, в основном с помощью артиллерии, то есть туда подтянуто достаточное количество стволов и боеприпасов. Я думаю, в третью волну, это будет последняя волна уже перед началом ливней осенних, после того, как задождит, там двигаться будет просто невозможно. По крайней мере, техника точно не пройдет, Донецкий Чернозем не даст этого сделать. Ну а атаки малыми группами, ну они не приносят россиянам большого профита. То есть уничтожение происходит довольно-таки серьезное россиян, но наступательных действий больших там не будет. Я думаю, после начала уже дождей осенних там успокоятся, россияне там успокоятся. Услышал ваш ответ, и хотелось бы перейти вот к какой теме, услышать вашу оценку моим размышлениям. Наша сторона предупреждает россиян о том, что если они будут бить по нашей инфраструктуре, мы будем отвечать. Это не будет как в прошлом году. То есть они почувствуют какую-то ответку. Является ли это таким запубежником, предохранителем теперь для россиян, чтобы не бить нашу инфраструктуру? Какой-то, знаете, такой... Все же на войне есть какие-то правила, есть какие-то бартеры. И в этом отношении, когда они будут понимать, что в сегодняшний день они получат зеркальную реакцию по объектам критической инфраструктуры, которые снабжают электричеством военные цели, то, и они понимают, что это будет впоследствии замедлять их очень сильно, то, возможно, они и не пойдут на эти удары по нашей инфраструктуре. Или нет? Нет, это не берется во внимание. То есть и одна сторона, и другая сторона выполняют боевые задачи. Если будет стоять боевая задача у россиян, уничтожать нашу инфраструктуру, они не будут обращать внимание абсолютно на какие-то ответные действия. И такие заявления, которые делаются, они больше для информационного шума, больше пиарного. Военные выполняют задачу тоже боевую. И мы, если будем работать по военным объектам российским, то только в рамках определенных планов по уничтожению именно легальных военных целей, коими являются в том числе и генерирующие мощности, которые питают военные российские объекты, они будут уничтожаться. Но только тогда, когда у нас будет достаточное количество сил, средств для этого. То есть это нам нужны определенные дальние ракеты, высокоточные причем надо для того, чтобы попасть и вывести из строя какую-то подстанцию, которая питает, допустим, зенитно-ракетный комплекс. Это же надо точно попасть по трансформатору. Это КВО, ну пару метров, ну 2-3 метра, не больше. То есть это серьезные системы должны быть. У нас они есть, по большому счету, даже те же беспилотники, которые могут выполнять эту задачу под прямым управлением. Но это не глубоко. То есть 100-150 километров. Ну пусть с ретранслятором до 200, не больше. А уже дальше, до глубины хотя бы 300 километров, придется использовать те ракеты, которые нам сильно нужны для уничтожения российских войск в том же Крыму. Потому так как количество ракет ограничено, все-таки мы производим мало высокоточных ракет своего производства. Потому я думаю, они не будут использоваться по российской территории. А вот беспилотники, о которых я говорил, где-то на глубину 150-200 километров, да, однозначно, то есть под прямым управлением, они сейчас производятся на базах наших спецслужб и служб безопасности «Малюка». И ГУР производит неплохие беспилотники, которые могут точно выполнять боевые задачи, тем более по энергам. Процедура выхода России из договора об обычных вооруженных силах в Европе завершена в полночь на 7 ноября. Документ прекратил свое существование для Москвы. МИД РФ об этом заявил. Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. И Белый дом считает, что приостановка выполнения обстоятельств по договору об обычных вооруженных силах в Европе усилит потенциал НАТО. Могли бы вы рассказать нашим зрителям, что имеется в виду, что это за договор? Мы уже знаем, что Россия вышла из вот этого договора про тестирование ядерного оружия на своей территории. Вот мы видим еще определенное телодвижение. Что происходит в этом отношении? Ну, россияне однозначно будут выходить из всего и вся, потому что уже не имеет смысла абсолютно никакого эти договора, так как основные договора были нарушены еще в 2014 году, даже тот же Будетешский договор был нарушен Россией, и потому смысл всех остальных договоров, ну, он такой призрачный, нет смысла абсолютно никак ему содействовать. Есть очень много моментов, связанных с еще пролонгированием советских, старых советских договоров с странами НАТО, которыми была завершена, так сказать, холодная война или противостояние это. Эти договора дали возможность, ну, чуть разгрузить от боевой техники, разгрузить европейскую часть, в основном европейскую часть, то есть евразийского континента. Там есть моменты, связанные с нерасположением на определенной дальности средств поражения, до дальности ограниченной ракет, допустим, теми же 500 км, 499 км, все ракеты практически производятся, вернее, декларируются. Лететь они могут, конечно, и на дольше, но вот декларация практически по всем ракетам 500-километровая, до 500 км. И есть ракеты, которые выполняются в производстве больше 5000 км. Допустим, ХАС-101, она произведена как раз исходя из этих договоров. То есть от 500 до 5000 км ничего не должно быть произведено и находиться на определенной территории. Так вот, россияне, чтобы как-то попасть в эти цифры, дают по Искандеру, допустим, 499 км, а по ХАС-101 — 5500 км. Хотя и та, и та ракета может со дна лететь дальше, а другая, естественно, ближе. И вот эти уже условности сейчас будут сняты, и европейцы могут у себя располагать и, во-первых, производить определенные средства поражения уже всех диапазонов по дальности, ну и располагать у себя на территории достаточное количество вооружений. По большому счету, выход россиян из этого договора как раз и создает большую проблему именно для россиян. У стран НАТО есть что расположить. Ну, то есть у них есть достаточное количество средств поражения, они могут подтянуть те же подводные лодки, раз уже доходы не действуют. То есть, а у россиян же ничего нет. Авианосцы определенное количество могут подтянуть. То есть общее количество головок и ракет, оно будет превышено те количества, которые были в свое время в договорах. Так это НАТОвцы могут сделать, а Россия не может их взять негде. Вот они почему, в принципе, и последние полтора-два месяца ракетами-то не работают. Они даже добрать до ОНЗ не мог. У них неприкосновенные запасы, пробиты дно, так называемое. Они вот сейчас складируют ракеты, производят ракеты, их складируют, догоняют до ОНЗ. Потому что, когда вывалятся определенные цифры, допустим, разворачивание средств поражения в европейских экваториях морей или на самих европейских театрах, там будут тысячи, десятки тысяч боеголовок. А у России максимум покажет, даже тысячу толком показать не могут. У них сейчас под 900 ракет всего лишь есть крылатых. Ну то есть здесь Россия однозначно проигрывает. Ну, продолжает агент Путин развал России абсолютно успешно, как мы можем определить, исходя из вашего ответа. И на финал хотел бы такую тоже тему затронуть. Хамас отказался освобождать россиян из плена, даже несмотря на любовь к Путину. Член их террористического политбюро заявил, что заложников не отпустят. Для россиян, по данным Хамаса, их 8 человек, они делать исключения тоже не хотят. Хотя РФ террористов официально поддерживает, и даже принимали их в Москве. Вот интересная такая дружба. Тут вопрос заключается только в том, все ли равно Путину и Кампашкина этих людей, они их просто не запрашивают. Либо действительно между Хамас и РФ не такие уж и теплые отношения получаются? Ну, непонятно, что это за люди. То есть тут же вопрос какой. Какие люди, как они оказались в Газе, допустим? Ну, то есть много вопросов именно в персоналиях. А когда не понимаем персонали, то, естественно, очень сложно проанализировать, что происходит. Но то, что террористическая часть Хамаса, это же Хамас, это же движение, больше политическое, я бы так сказал. Они, по-моему, в 2006 году пришли в власти в результате выборов определенных. Ну, то есть там целый процесс был политический, в том числе и демократический, даже можно так сказать. А вот в любом движении есть, естественно, радикалы. Радикальное крыло не всегда центры руководит радикально, особенно радикалы. Конечно, иногда по своим программам живут, и очень часто именно радикалы подпадают под управление внешних сил интересантов каких-то проблем в этом регионе. Вот россияне — это интересанты в этом регионе создания определенных проблем. Вот они их и создали с помощью, допустим, того же радикального крыла Хамаса. Но само политическое движение Хамас, к этому, может быть, как раз влияние на это действие не имеет. И сейчас могут быть определенные договорные действия, причем с россиянами. Там конфрактации с Хамасом точно не будет. То есть Россия держит довольно-таки серьезно ладонь на этом движении и как-то подруливает вместе с параллельными странами-интересантами, которые там есть, тот же Иран, тот же Катар. То есть они управляют процессами и не показатель того, что, допустим, Хамас там не передал или не передает людей, россиян, то есть гражданских. Это надо просто понимать, каких персоналей не передают. А раз так, то, я думаю, там вопросы просто по персонали. Услышал ваш ответ. Роман Григорьевич, спасибо большое. Было очень информативно и интересно. Нашим зрителям я предлагаю тоже оценить разговор. Если вы со мной разделяете мою мысль, пожалуйста, напишите ваш комментарий. Если есть замечания, тоже пишите. Читаем и благодарим вас за просмотр. Роман Григорьевич, вас благодарим за вашу аналитику. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин